Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! У меня появился в комментариях запрос на обзор данной раскраски, поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной, посмотрите, что за раскраска. Ну, вообще, если честно, я её ни у кого ещё пока не видела, потому что сейчас я знаю, что есть отдельные раскраски, то есть отдельно вот такая книжка «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». А вот этот такой вот, так сказать, сборник решила пока что я одна купить, ну, по крайней мере, ни у кого больше не видела. Вот, то есть тут, ну, в принципе, как бы картинки-то все те же самые получаются, вот, но если вам интересно посмотреть, что тут внутри, то, пожалуйста, как обычно тут получается сбоку палитра, и чтобы точно не сомневаться, какой цвет правильно подобрать, то тут сзади есть, ну, в общем, как вот в 100 вбст по номерам картинки. Вот так вот буду листать. Очень интересные тут картинки, я так понимаю, это верба, вот это крокусы какие-нибудь, корзинка с цветами, ландыши. Ну, это я пока еще листаю весенние сцены, вот, прям красивая раскраска, очень. Даже вот эта вот небольшая архитектура, думаю, будет интересно раскрашиваться. Вот такие птички здесь. Раскраска очень толстая, вот, поэтому постараюсь побыстрее вам показать. Вот это можно на Пасху раскрашивать, кролика, жуков я обожаю раскрашивать, рисовать. Вот так вот. Кто это? Гуси. Вроде бы гуси. Лебеди как-то, мне кажется, по-другому выглядят. Так, это пока еще весна у нас идет. Очень удобно то, что тут обложка, да, вот, все, началось уже лето, получается. То есть обложка, это первая картинка раскраски. Потому что было бы немножко неудобно разделять, смотреть сезоны. А тут прям сразу все понятно, где какое время года идет. Потому что, например, конец мая достаточно легко спутать с начала июня, например. Вот, поэтому, надеюсь, вам видно. Вот такой вот тут урожай фруктов. Вот это, наверное, очень классно должно получиться, ярко. Клубнички. Вот это вообще тоже суперское. Пальмы, море. Ой, прям сразу о теплом таком подумала. Так. Вот это тоже с маяком должно красиво получиться. Вот это вот картинка напоминает чем-то раскраски по номерам, которые в интернете. Просто вот там пальцем нажимаете на экран и раскрашиваете картинку. Иногда, когда вот нету времени пораскрашивать, я беру именно вот такие вот раскраски. Вот, пожалуйста, у нас началась осень. Вот эта картинка у меня уже раскрашена в 100 вебест по номерам. Вот. Прямо интересные такие картинки. Я очень рада, что есть возможность такая покупать раскраски вот эти. Прямо вообще. Потому что у нас в России почему-то не хотят выпускать наподобие таких раскрасок. А если выпускают, то потом с этой палитрой мучаешься и потом жалеешь, что появилась данная раскраска. Вот. А вот эти, ну, прям вообще красота. Очень жалко, что у нас таких нету. Очень жалко. Вот урожай. Так. Ой-ой-ой, секундочку. Вот это вот. Вот это такая прям уютная картинка. Здорово вообще. А еще чем мне нравятся вот эти вот раскраски, то, что тут не полностью вся палитра вот обозначена, а вот непосредственно только те цвета, которые будут именно вот в раскраске. Точнее, вот в картинке быть. Чтобы точно не запутаться, чтобы точно выбрать те оттенки, которые нужны. Это тоже очень-очень удобно. Так. Немножко уже не так удобно листать. Раскрашивать здесь можно вообще любым материалом, но, наверное, лучше всего либо фломастерами, либо маркерами. Маркерами тут, естественно, подкладывать нужно какую-нибудь, так, кстати, зима началась, вот, какой-нибудь картон, либо акварельную бумагу, и раскрашивать свое удовольствие. Я вообще, если честно, еще пока не листала, эту раскраску листаю вместе с вами, и я прям вижу, что очень-очень тут интересные иллюстрации. Очень-очень нравится мне. Вот зимний можно, кстати, вот еще пока пораскрашивать, вот этот вот, прям классно. Даже не то, что там рождественское, новогоднее, а просто вот брать зиму и раскрашивать. Точнее, зиму, зимой. Ой, иногда я не совсем правильное ударение ставлю, извините меня, пожалуйста, потому что снимаю одним кадром тяжеловато. Вот. Интересненько, интересненько. И сюжеты, в принципе, не такие заезженные попадаются. Вот с белым мишкой, например, не так часто встретишь. Ну, у Джона Бесфорд, да, есть там с белым мишкой. Так что, вот такая вот интересная раскрасочка. Все, конец. Вот такая вот она по толщине. Она на склейке, если кому-то важна эта информация. Вот. Но склейка тут надежная и листы развалиться, по идее, не должны. В общем, если вам интересно, если вам понравилось, я буду, естественно, ее раскрашивать и показывать в раскрашенном за месяц. Ну, все. В общем, показал я вам обзор. Раскраска, возможно, кому-то приглянулась. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.